Глоксиния махровая – популярные сорта цветка. Даже самый привередливый цветовод сможет отыскать свой сорт Глоксиния махровой среди того многообразия видов, которые существуют сегодня. Эта красотка способна очаровать каждого. Первые цветы были преимущественно в трехцветовых гаммах – фиолетовых, сиреневых, красных. Благодаря кропотливой работе опытных селекционеров и простых садоводов-любителей, сегодня можно увидеть Глоксини с невероятным разнообразием. Оттенков и формах бутонов Глоксиния махровая – что это за цветок? Представительница семейства геснериевых произрастает в Центральной и Южной Америке на скалистой местности или в лиственных лесах. Встречаются кустарниковые растения, достигающие высоту до 70 см, а многолетние травянистые растения, побеги которых стелются по земле. Глоксиния в горшке – краткое описание. История происхождения или селекции Глоксиния махровая – многолетняя культура с клубневидными корнями. Листья ее овальные, шероховатые, внешне похожи на темно-зеленый бархат. Форма цветка напоминает колокольчик, либо в некоторых случаях башмачок. Бутон при полном распуске махровых лепестков имеет схожесть с розой. Стебель комнатной культуры плотный, невысокий. В первую культуру в Европу привез из Бразилии натуралист Петер Глоксиния в 1785 году. Именоваться она стала Глоксинией крапчатой. В начале 1800 годов из Америки был доставлен другой вид этого растения, который получил название Глоксиния прекрасная. В 1825 году в руки селекционера Вильгельма Синиинга попал похожий цветок. Его отличала лишь корневая система, она была клубневидной. Растение стало носить имя Синингия прекрасная. Позже выяснилось, что Синингия относится к семейству Геснеревых и она не является новым видом, как посчитали ранее. Поэтому у этой культуры существует два названия, хотя привычная Глоксиния закрепилась больше. Но упоминание имени Вильгельма Сининга можно встретить в названии некоторых сортов. Ведь именно его «детище» стало родоначальником современных гибридов Глоксинии, представляющие собой настоящий микс различной палитры цветов. Стоит знать, часто в интернете можно встретить вопрос «тигрина-малиновая и Глоксиния в чем разница?» Кавычка-точка. Различий между ними нет, речь идет об одном и том же цветке. Из-за многообразия сортов и гибридов этой культуры зачастую происходит подобная путаница. Популярные сорта Махровы и Глоксиния – секреты удачного выбора. Всего насчитывается более 75 сортов разновидности Глоксинии. Различаются они своей цветовой палитрой, формой и размерами бутонов. Все гибриды изучить невозможно, но среди них можно выделить такие наиболее популярные сорта. Глоксиния поэтика в центре Глоксиния – белая. Далее лилово-фиолетовые крапинки образуют сетчатый рисунок, который переходит в широкую кайму насыщенного фиолетового оттенка. Поэтика Глоксиния Мадонна – белоснежный бутон имеет колокольчатую форму. Краям махровой лепестки образуют пышную юбочку, что делает цветок еще более привлекательным. Мадонна Глоксиния Клеопатра – темно-вишневые крапинки. На фоне чуть розовых лепестков образуют подобие леопардовой расцветки. Клеопатра Сенингия – принц примечательна она своими темно-фиолетовыми, практически черными бутонами. Лепестки ее больше похожи на бархат. Глоксиния Пантера – это Глоксиния фиолетовая, но цвет менее насыщенный, чем у предыдущего сорта. На ее лепестках можно заметить чуть светлые крапинки. Глоксиния Бракада различает две основных цветка – синий и красный. Первый имеет скорее васильковый оттенок. Второй отличается ярко-красными лепестками, может иметь белую оконву, но зависит это от сортовой принадлежности. Бракада Сенингия Шалунья – это Глоксиния белая с розовой каймой, обрамляющей ее лепестки тоненькой светлой ниточкой. Внешне она напоминает цветок, выполненный из фарфора. Шалунья – Глоксиния Шарм фон соцветия молочно-белый, на нем четко вырисовываются розовые крапинки, плавно переходящие в широкую малиново-розовую кайму. Шарм – Глоксиния Шантиль и розовые напыления на фоне белых лепестков образуют красивый сетчатый зор. Края бутонов светлые. Шантиль и Глоксиния – красная шапочка горлышка цветка белая с мелким малиновым крапом. Сам цветок насыщенного красного цвета. Кромка малиново-розового оттенка. Красная шапочка Глоксиния Лора соцветия ее выглядит, будто нарисовали шестилепестковый белый цветок и обвели к краю лиловым или розовым маркером. Лора Синингель Лиди Гамильтон – это представительница Глоксинии розовый, имеет кремовую сердцевину, которая с середины переходит. На светло-розовый оттенок кайма же нежно-розового цвета. Весь бутон усыпан ярким розовым горошком. Лиди Гамильтон Глоксиния Скарлетт имеет множество темно-розовых лепестков, заканчивающихся четко очерченной белой каймой. Скарлет Сининги – розовая сказка горлышка этой культуры светлая, центр окрашен в малиновый оттенок, далее лепестки светлеют и имеет нежно-розовый цвет. Розовая сказка Глоксиния Королевская – бутон колокольчатый, имеет шесть лепестков. Цветок насыщенного фиолетового цвета. Внутренняя часть его более светлая, усыпана фиолетовыми крапинками. Королевская Глоксиния Императрица Тигровая расцветка у нее шикарная. Нежно-розовый цветок усыпан множеством крапинок, образующий рисунок, похожий на тигровый окрас. Императрица Тигровая – как видно из данного списка оттенков Сининги существует большое количество. Найти оттенок можно на любой вкус. Например, если нужна Глоксиния – желтая махровая, стоит обратить внимание на одно из гибридных сортов под названием Луна. Если необходим цветок голубых оттенков, отличным вариантом будет Глоксиния – голубая лагуна. Как ухаживать за Глоксинией махровой в домашних условиях? Глоксиния махровая – прекрасный цветок для выращивания в домашних условиях. Но прежде чем приобретать растение для своего цветника на подоконнике, стоит для начала узнать, как правильно должен происходить уход. Освещенность и температурный режим Глоксиния – гибридное очень привередливое растение. Она не переносит прямых солнечных лучей, но в то же время болезненно реагирует на недостаток света. Также данное растение вообще не переносит сквозняков. Большие перепады температур тоже плохо сказываются на ней. Во время ботанизации цветения температура воздуха должна быть в пределах 20-22 градуса Цельсия. Во время спячки комфортная температура должна быть примерно 10 градусов Цельсия. Внимание! Если листья цветка приподняты и вытянуты, недостаточно света, подкрученные и пожелтели, освещение слишком яркое, листовые пластины опущены вниз и подкручены, воздух слишком сухой. Правила полива и влажность крайне нежелательны, чтобы на листья попадала вода. Иначе начнет гнить прикорневая шейка. Глоксиния любит влажную почву, но следует следить, чтобы не было переливов. В ративном случае начнется гниение корня. Поливать следует по краю горшка или через поддон. Вода должна быть чуть теплее комнатной температуры и обязательно ее нужно отстоять. Следующий полив осуществляется, когда почва подсохнет. Следует знать, в отличие от периода цветения, полив в период покоя не должен быть частым. Достаточно опрыскивать грунт, в котором находятся корешки, один раз в 2-4 недели. Если воздух в умещении сухой, можно вокруг культуры опрыскивать водой, но нужно следить, чтобы на ее листья не попала влага. Подкормка и качество почвы. Почва должна быть рыхлой и легкой. В нее надо добавить достаточное количество минеральных и органических удобрений. Подойдет специальный грунт для посадки бегоний, синполи и фиалок. Подкармливают растения один раз в неделю комплексными удобрениями. Азотистые удобрения к период цветения вносить ни в коем случае нельзя. Осенью подкармливают суперфосфатом и монофосфатом калия. На этом подкормка превращается. Размер емкости для цветка выбирают не особо глубокие горшки, но достаточно широкий, так как корни сининги растут вширь. На дно емкости посыпается дренаж слоем до 3 см. В качестве него можно взять яичную скорлупу, гальку, пенопласт. Обрезка и пересадка после того, как галаксиния махровая цветет и побеги ее отомрут, следует обрезать надземную часть, оставив только 1,5 см. Клубни вынимают, обрабатывают фунгицидом, затем убирают в специальный ящик и пересыпают вермикулитом. Пересаживать галаксини необходимо в феврале. Процесс этот выглядит так, извлекается растение из емкости. Освобождать клубни от корешков и грунта не надо. Берут емкость больше предыдущего и засыпают дренаж. Помещают растение в горшок, посыпая клубни подготовленной почвой, пока они не скроются наполовину в грунт. Необходимо дополнительно подкормить пересаженное растение специальными удобрениями для его быстрого роста и восстановления. Особенности цветения Во время ботанизации дальнейшего цветения, синингия требует к себе особого ухода. Освещение должно быть достаточным, но прямые солнечные лучи не должны попадать на культуру. Иначе растение получит ожоги. Азотистые удобрения вносить в этот период нельзя. Важно! После того как галаксиния цветет, необходимо обрезать стебли, не трогая лишь нижние листья. Когда появятся басанки, нужно оставить пару наиболее сильных побегов, остальные следует удалить. Период активности и покоя цветет галаксиния на протяжении пяти месяцев, некоторые гибриды способны цвести дольше. Первое цветение обычно не такое пышное и обильное, особенно если произошло оно раньше положенного срока. Но дальнейшее цветение отличается обилием и размерами цветоносов. В августе галаксиния прекращает цвести и начинает готовиться к периоду покоя, который продолжается 3-4 месяца. Девочкой галаксиния вида и формы цветков бутоны галаксинии могут быть колокольчатые или в форме башмачка. Лепестки растения бывают слегка волнистыми или наоборот махровыми. Зависит от сортовой принадлежности конкретного цветка. Структура лепестков гладкая или бархатистая. Способы размножения цветка. Размножать галаксиния не очень трудно. Сделать это можно несколькими эффективными способами. Размножение семенами и этот способ возможно самый трудоемкий, но всходы галаксинии более жизнеспособны. Используют для посева семена купленные в магазине или собранные самостоятельно. Лучше приобретать семена в гранулах. Сеять их необходимо с января по февраль. После посадки всходы появляются через месяц. Рассаживают их в отдельные емкости, когда у сеянца появятся два листочка. Размножение листом осенью берут мясистый здоровый лист галаксинии. Стебелек заглубляют почву так, чтобы он лежал под углом 45 градусов. После того как лист даст корешки, нужно пересадить растение в питательный субстрат для дальнейшего роста его корней. Размножение клубнями берется клубень, которая имеет 2-3 ростка и размер которого не меньше 6,5 сантиметров. Затем делаются срезы, где должны виднеется один или несколько ростков. Эти срезы нужно продезинфицировать и подсушить, после чего обработать садовым варом. Подготовленный клубень высаживают в контейнер и заглубляют так, чтобы ростки находились на уровне почвы. Размножение цветоносами лучше приживаются цветоносы простых галаксиней. Но такой способ размножения можно использовать абсолютно для всех сортов. Для этого обрезают цветонос растения, чтобы он не превышал 7,5 сантиметров. Далее его можно поставить в стакан с небольшим количеством воды или высадить сразу в грунт. Размножение пасынками от ростками аккуратно срезается пасынок после цветения. Помещают его в стакан с чистой теплой водой. Периодически воду меняют. После появления корней растения можно пересадить в емкость. Размножение листовыми черенками получают его делением черешка от центральной жилы. Процесс посадки такой же как в варианте размножения листом. Но высаживается черенок вертикально. Поливать их нужно редко. Внимание! Для того, чтобы черенок прижился лучше, стоит брать его с молодых побегов. Размножение галаксиней проблемы выращивания болезней и вредителей. Галаксинии больше всего подвержены поражению следующих грибковых заболеваний. Трахеомикус, фитофтороз, мучнистая роса, серая гниль, филостикус, хлороз, корневая гниль, антракноз, ржавичный гриб. Не обходят стороной эту культуру и насекомые-вредители. Часто галаксинии страдают от белокрылок, щитовок, трипсов, мучнистого червеца, цикламенного и паутинного клеща. Как с ними бороться эффективно в борьбе с заболеваниями и вредителями растений, фунгициды, инсектициды и различные химические средства. Но если галаксинию поразила какая-либо грибковая инфекция, это значит, что должный уход за этим растением не был осуществлен. Нужно соблюдать температурный режим, следить за влажностью, подкармливать вовремя и поливать по определенному графику. Сорта галаксинии и вида значительно различаются между собой. Но требования к уходу за этой культурой никак не зависят от ее сортовой принадлежности. Если подходить к этому делу ответственно, цветок будет каждый год радовать обильным цветением.